Спаси Божию Твоя и благослови настояние Твое. Божественную литургию в Воскресенском молитвенном доме проводят митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Он прибыл в Заречный с рабочим визитом и в его рамках посетил воскресную школу при Воскресенском молитвенном доме. С 1 февраля здесь возобновились занятия, которые были вынуждены прерваны из-за пандемии коронавирусной инфекции. Сейчас школу посещают около 20 детей. У нас ряд занятий посвящен встрече со священником, обсуждаем различные насущные темы, также творческие занятия, где дети сами мастерят что-то под руководством преподавателей, и также творческая секция, так сказать, пения и слушания церковной музыки. Тоже дети с удовольствием приходят, и, например, сейчас они разучили тропарь, тропарь это такое песнопение, посвященное Дню Пасхи на французском языке. В Воскресной школе не забывают и о физическом развитии детей. Обязательный пункт в программе обучения – спортивно-развлекательные занятия. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский подчеркнул, что расписание должно быть разнообразным и интересным для воспитанников. Нужно детей мотивировать прежде всего на что? На общение, на дружбу, на какие-то вот такие вот… просто должно быть интересно. В ходе рабочего визита владыка Серафим посетил и строящийся храм преподобного Серафима Саровского. Его фундамент заложили в 2010 году. С тех пор строительство ведется на добровольные пожертвования жителей Заречного, организаций и предприятий города. В 2015-м был возведен цокольный этаж. Затем строительство пришлось приостановить. В прошлом году работы возобновились. Я все эти годы очень переживал за то, что стройка совершенно не шла. И сейчас несказанно рад тому, что есть подвижки. Конечно, честно говоря, строить планы и, так скажем, загадываться на ближайшее время очень сложно. Что уже за 20-е сделано, это на самом деле большой прорыв для строительства нового храма в Заречном. На данный момент завершены все монолитные работы на цокольном этаже и в верхнем храме, готовы колонны и пилястры. Теперь строителям предстоит заняться кирпичной кладкой.